В красно-желтых цветах, традиционная форма сборной Черногории, Сербия в белом. Итак, Черногория начинает в атаке. В розыгрыше Плетикосич, 10 номер, 27-й Таня Ашанин, по краям Иван Кородичевич на правом краю. Слева, по-моему, Диана Мугоша, нет, это Ивона Павичевич, в линии Татьяна Бырнович. Ну и закатывает, закатывает сборной Черногории мяч, делает это Саня Примович, 27-й номер. И счет открыт. Сборная Сербии в атаке. Не получилось на спинах проатаковать, расставляется под позиционную атаку. Ну и смотрим, кого же Урош Бреггер выставил в стартовой шестерке. 71-й номер это Лишевич. Лишевич, 33-й Столькович. Ну и даже не успеваю сказать весь состав сербской команды. Сербики уже мяч потеряли. Арбитры сегодняшнего матча это испанцы. Иоанн Бустаманте и Хавьер Альварес. С вами этот матч смотрит Юрий Демчук. Ну, суди из Испании, будем надеяться, что все-таки испанская гандбольная школа, и в том числе судейская, будет на должном уровне, потому что, ну, как неоднократно уже и говорилось, и это можно наблюдать не только на этом чемпионате, но и в целом на чемпионатах мира, когда судят арбитры из таких экзотических гандбольных стран, очень много нареканий к их работе появляется. В частности, в предыдущем матче сегодняшнего дня, вот в этой группе Россия-Словения обслуживали матч аргентинки, ну и там вопросы были по многим эпизодам. Ну что, сборная Сербии вторую атаку свою провела, в этот раз до броска мяч доводится, но вот забить никак не получается. Ну а Черногория забивает второй мяч, делает это 34-й номер Татьяна Бырнович, линейной сборной Черногории. Янюшевич, вот и до Столькович доходит мяч, Лищевич, это задняя Алиния. Петрович, точнее Акбаба в линии. Вяжутся серпки, не дают им Черногорке спокойно мяч двигать. Лищевич смело идет через центр, но преодолеть сопротивление Эммы Рамусович не получается. Лищевич, Янюшевич, хороший бросок, да еще такая подкрутка хитрая. Под штангу мяч залетает в ворот, так еще и две минуты. Эмма Рамусович, похоже, перестаралась. Две минуты, очень раннее удаление у Черногории. Ну вот смотрим. Да, толчок сбоку, даже больше сзади. И Рамусович оставляет свою команду в меньшинстве. Ну а в меньшинстве проатаковать не получилось. Ну и, кстати, у сборной Черногории номинально лишь один левый полусредний, то есть дефицит на этой позиции, то есть правши. И там заявлена 19-летняя Адриана Попович, который играет за будущность. Но такой пока ноунейм, неизвестный игрок. В будущности она провела, во всяком случае, была заявлена в двух матчах против Бреста в Лиге чемпионов. Там, естественно, скорее всего и не выходило. В графе забитых ключей ноль. Ну и здесь на позиции левого полусреднего все больше мы видим Итану Грбич. То есть мне доверяет пока Баяна Попович, Андриане Попович. Не знаю, родственники или нет. Грбич. Сейчас она по центру. До края мяч доводится. Здорово. Диана Мугоша. Нет, не Диана Мугоша. Конечно. Ивона Поповичич. Забивает третий мяч. 3-2. Пять минут позади. Ну вот и до края Сердки доводит мяч. Там Стаменич слева играет. Ну а справа Коич. Стаменич. Ближний угол. Здорово. Облетела вот эту дугу шестиметровую. За собой заставила двигаться и вратаря. Ну и ближний угол забила. Марина Райчич защищает ворота сборной Черногории. Плетикосич сейчас в центре. Грбич. Косич будет меняться местами. Прямович на Грбич. И та забрасывает четвертый мяч. Достаточно быстро черногорки проатаковали. Я уже говорил. Черногорки в первую группу, в основной раунд, пробились с нулем очков. Сербии 2. Ну и здесь начинается, конечно, такая высшая математика для Черногории. Естественно, нужно выиграть все матчи и ждать осечку лидеров. Но, не знаю, есть ли вообще какой-то шанс с нулем очков выйти из группы. Скорее. Это маловероятно. Ну а Сербия с двумя очками, ну, теоретические шансы, конечно, повыше, чем у Черногории. Но для этого нужно побеждать. Ну и важно, даже если команда не выходит в плей-офф, в четвертьфинал, все равно будут играться матчи за определенные места. Да, поэтому важно повыше занять место даже в основном групповом раунде, даже если команда не попадает в плей-офф. Так что, всем нужны очки. Но здесь очень странный бросок какой-то игрока сборной Сербии. Черногорки расставляются в свою позиционную атаку. Викикосич и Грбич и Прямович. По-прежнему это задняя линия у Черногорок. Прямович на Грбич. Та в край. Мягкий бросок. Но, по-моему, коснулся вратарь. Не получилось у Павичевич переиграть Кристину. Грабикс. Да, когда-то это была одна страна. Сербия-Черногория. Ну, а, кстати, на чемпионатах мира у Сербии достижения получше, чем у черногорок. Хотя черногорки, конечно, в свое время стрельнули очень здорово и на чемпионате Европы, и на Олимпиаде. Но вот на чемпионатах мира черногорки в призах ни разу не были. Лучшее достижение – это пятое место в девятнадцатом году. Две минуты показывают пятнадцатому номеру. Это Анджела Юнюшевич. Хотя Юнюшевич там как раз... Да, вот, исправились арбитры. Или, точнее, режиссеры сначала им Юнюшевич показали. Но нет, Акбаба, конечно, Елена Акбаба отличилась. В кавычках. Ну, а это Иван Карадичевич. Лучший бомбардир сборной Черногории. Но с игры она не так много избивает. Со своими честью метровых, а семеряки она бросать умеет. Это мы хорошо знаем. Да, вот статистика. Тринадцать из тринадцати. Пока не промахивалась ни разу Иван Карадичевич. Ну, так вот, сборная Черногории – самое лучшее достижение этой команды в девятнадцатом году. Пятое место. А вот у Сербии есть медаль, серебряная медаль. В тринадцатом году Сербия ее добилась. Ну, и в девятнадцатом году шестое место заняла сборная Сербии. Так что не так и далеко от Черногорых отстала. Швейцарец Феликс Рац там что-то рассказал Баяне Попович. Как нужно себя вести на скамейке. Скорее всего, может быть, активно она там вмешивалась в игру. Слишком громко. Ну, что, Черногория набрала ход. Уже ведет три мяча. В Серпе, к тому же, еще и в меньшинстве. Сборная Черногории играла в группе. Вместе с Францией, Словенией и Анголой. Ну, и проиграла Словении. Достаточно болезненное поражение случилось на старте чемпионата. Десять мячей. Затем выиграла у Анголы все те же десять мячей. Ну, и проиграла в сборной Франции. Ну, и там Черногория, в всяком случае, попыталась посопротивляться. Проиграла всего пять мячей. Таким образом, лишь победа над Анголой позволила Черногоркам выйти в следующий этап. Ну, естественно, с нулем очков. Ну, а сборная Сербии играла в группе с Россией. Поэтому результат, я думаю, говорить не обязательно. Продолжается игра. Восемь-пять уже. Двенадцать минут один с половиной позади. Сборная Черногории пока уверена ведет эту игру. Прыжок Столькович. И затем потеря. Но черногорки тоже не убежали в этот отрыв. Остается мяч у сербок. Серия взаимных ошибок. Но в итоге все-таки сербки продолжат свою атаку. Лишевич в центре. Меняется местами с Юнюшевич. Столькович. Пока по задней линии. Это не опасно. Мяч ходит. Не опасно для сборной Черногории. Акбаба возвращается на свое место. Нет, это Марьяна Петрович уже появилась. Ну, и в итоге мяч потерян. Но ненадолго. Сербки грамотно убежали в оборону. Да, и тут Лишевич грамотно подставилась под Рамусович. И мяч вернула. Так, вместо Лишевич появляется Радоевич. В розыгрыш. Столькович, Радоевич. Опять свисток. Много свисток. Ну, это балканский гандбол. Очень вязкий. С большим количеством единоборств. Хотя забито 13 мячей. За 13 минут результат, в принципе, неплохой. А вот здесь здорово играет Марина Райчич. Заставила ошибиться она Александру Стаменич. В динамике показалось, что коснулась Саичич. Но вот на повторе не видел я, что тут мяч коснулся руки вратаря. Эффективность бросков нам показывает. Ну, и, собственно, соответствует она счету. 80% и 8 мячей забито. И 50% и 5 мячей забито. Ой, какая ошибка детская у Гырбич. И сербки отправляются в отрыв. И здесь Райчич уже творит чудеса. 2 в 2 набегали. Даже 3 в 2. Здесь никто не мешал абсолютно Илюшевич бросать. Ну, попала в темп вратарю. Райчич здорово выпрыгнула. И этот мяч отразила. 8-5 по-прежнему у нас. Гырбич. Что будет делать? Пытается бросить. Не получается. Столько вещь ее вяжет в бросковую руку. Сразу нейтрализовала. Но вот с места. Просто с места взрывается сборная Черногории. Гырбич стоит на месте. Бьет мяч. А потом выпускает под бросок Плетикосич. Ну, вот, смотрим. Вот, два шага делает. А там уже Плетикосич набрала ход. В прорезку входит и забивает очередной мяч. 9-5. Ну, что, Черногория здорово начала этот матч. Черногория стремится набрать первые очки в первой группе. Горомо да не правимо фал. Сваки пут направи се вишак без проблема. Само, една на една и лопта далее. А у нападу, све радимо шанси. Све окей. Само, когда олезиш на зитар забивемо то. Айде! Ну, больше негодование какое-то мы услышали от Уроша Брейгера. Видимо, установка перед матчем была одна, а игроки сборной Сербии выполняют совсем другое. Точнее, не выполняют то, что давал тренер. Ну, посмотрим, встряхнет ли этот тайм-аут сборную Сербии против сборной России, которая здорово против Сербии сыграла. Тот матч получился довольно ровным для россиянок, прежде всего. Ну, а Сербия, в принципе, ничем не удивила. Ну, и закономерно проиграла. Хотя, может быть, разница в счете могла быть и больше. Но, и так, нормально россиянки сыграли с сербками. Не получается и после тайм-аута забить пять мячей по-прежнему в активе сборной Сербии. Вот даже интересно, когда последний раз сербки забивали. Ну, и случилось это на исходе одиннадцатой минуты. Уже почти шесть минут сборная Сербии забить не может. Ну, вот, может быть, сейчас набегают сербки. А здесь Грбич две минуты, конечно, получит за удар в лицо. Ну, там удара не было. За шею схватила. Дальше в челюсть рука прилетела. И 96-й номер. Итана Грбич отправляется на две минуты. В меньшинстве сборная Черногории. Вот, здесь Лишнего, конечно, здорово. Разыграли сербки довольно легко. Лишевич. На себя. Бырнович стянуло. Там в середине образовалась дыра в обороне. Ну, и Иван Костойкович один мяч открытал. А плюс три у Черногории. Черногория с пустыми воротами в атаке. Черногория в следующем туре сборной России. Очень важный матч. Прежде всего, конечно, для россиянок. Но и Черногория. Будет заведена, замотивирована против россиянок, конечно, по максимуму. Мы сейчас видим против Сербии. Черногорки смотрятся неплохо. Во всяком случае, в первом тайме. Другое дело, у Черногорок тоже хватает потерь. И вот хватит ли физических кондиций противостоять в следующем матче. Ну, я, к сожалению, не видел, как играли Черногорки в первом раунде, в предварительном групповом раунде. Ну, вот сейчас они двигаются полегче, поинтереснее, побыстрее, чем сербки. То есть, возможно, как раз их выводили на пик именно под второй групповый раунд. Пустые ворота забивает. Любится Ненезич. Ой, прошу прощения, конечно, Иван Карисович. Сначала спасла свои ворота, ну, а затем бросила очень точно. Не успела там Райчич добежать. Рис был оправдан. Рисович добилась успеха. Да, не успели смениться. Можно так расценивать этот жест. Но, остаюсь пока при своем мнении, вот за эти 19 минут, чуть меньше сыгранных, Черногория двигается получше, поинтереснее. Ну, а почему важен матч с россиянками? Россиянкам при определенных раскладах с черногорками важно не проиграть. Даже ничейного результата, опять же, при определенных раскладах, хватит, чтобы пройти дальше. Но лучше побеждать. Ну, и пока то, что мы видим, демонстрирует сборная Черногории. Команда это вполне по силам россиянкам. Но не нужно забывать, что против России все настраиваются особым образом. Тем более, зная, что у россиянок нет лидеров последних лет. Дарья Дмитриевна, Андрей Ляхиревна об этом все говорят абсолютно, соперники сборной России. И вот на этом они пытаются сыграть. Но команда молодая, перспективная, поэтому под силам обыграть черногорок. Это мы видим, что черногорки бегущие, жесткие. Ну, а другой сборной Черногории мы, наверное, не знаем. В середину кричит Баяна Попович, а вот именно в середину и входит, врезается туда Лищевич и забивает очередной мяч. Ой, как она здорово качнула Эмму Рамусович. Желтая карточка скамейки сборной Сербии. 12-9. Ну, по-прежнему три мяча черногорки держат. Это преимущество. Так, вход в линию. С краю. Не пускают никуда Плетикосич. Вынуждена она вернуться назад. Интересный ход. Очень интересный. Соня Примович. Все, по-моему, ждали, что дальше по задней линии мяч будет ходить. Но вот так резко Примович развернулась и подключила Иван Курадичевич. Ну, а Таня и промахнулась. Ну, она большой мастер, конечно. Забить. Но на этом чемпионате у нее все-таки есть. Есть проблемы с точностью. Стаменич. Очередной мяч забивает. Второй в сегодняшнем матче. 13-10 пока ведет Черногория. Но здесь здорово стянули всю оборону ближе к центру. И край был свободен. А здесь Радичевичный и пас, конечно, хороший. Неожиданный для обороны. Гербич. Вновь они поменялись. Притекосич местами. Два центральных игрока. Ну, периодически меняются друг с другом. Вновь Иван Курадичевич. Ну, и вот и она промахивается. Рисович то ли изучила хорошо манеру Радичевич, то ли все-таки есть проблемы с реализацией игры у Ивана Курадичевича. До этого матча она около 50% всего лишь реализовала с игры бросков. Есть толчок и две минуты, безусловно. Ну, а тут трудовой пас на Иван Курадичевич, который момент свой загубила. Бырнович отправляется на две минуты. Ну, и сразу же лишнего разыгрывают серпки. Мяч Олищевич доводит до края. Ну, и там Ловрич здорово переигрывает. По-моему, Нинезич уже у сборной Черногории в воротах. 16 номер, если я правильно разглядел. Цифры на вратарском свитере. 8 минут, чуть меньше еще играть в первом тайме. Вновь удаление у Черногорых. Сколько? Два уже точно было удаление. По-моему, даже может быть и третье. Ну, сейчас подождем еще здесь, как статистика, обновиться. Ух ты! Здорово! Гурбич трудовой мяч такой забивает. С сопротивлением. Ну, смотрите, как ее жестко встречали. Ну, и здесь, по-моему, Рисович немножко так зевнула этот бросок. Лишевич. Нет, там нарушение правил, поэтому мяч у сербок останется. Ну, Рисович как-то странно выбрасывал этот мяч. Хотел продолжить. Атаку. Рисович. Ну, тут надо забивать, безусловно. Это 25-й номер Александра Стаминич. Она сейчас с задней линии атаковала. Вышла абсолютно одна на шестиметровую. По сути, один на один оставалась с вратарем и попала в штангу. Хотя угол был для игрока, который обычно с краю атакует. Хороший. Ну, вот не смогла она переиграть здесь. Даже не вратаря, а ворота. Горбич самоотверженно идет на оборону и зарабатывает фулл в нападении. И по быстрому переходу Столькович отквитала еще один мяч. 14-12. Баяна Попович негодует. И пока еще есть тайм-ауты. Да, и вот как раз Баяна Попович берет этот тайм-аут. Первый в сегодняшнем матче. Эй, слушай, слушай, слушай. Слушай, слушай. Алло, все окей. Идемо, езжу сюда на шест. Саня Чебитка. Саня Чебитка. Девять три. Баяна Попович провела свой тайм-аут. Мы посмотрим, кто будет бросать. Бояна Пупович обладала просто пушечным выстрелом, броском. Она помогла с любой дистанции попасть. Ну и в целом игрок был, конечно, хороший, один из лучших вообще в мире. Ну а свою самостоятельную тренерскую карьеру она начала относительно недавно. Ну а здесь легко черногорки доводят мяч до края. Павичевич забивает этот мяч. Передачу отметим, передача шикарная. Ну а сербки мы видели больше в центре. Чего-то ожидали. Ну и вот этот резкий такой пас, он черногоркам помог растянуть атаку, довести мяч до края. А здесь, по-моему, все-таки Иван Карадичевич немножко не доработал. А можно было попрессинговать игрока сборной Сербии, чтобы он не успел мяч этот спасти, уходящий за боковую линию, ну и сделать передачу. Остался бы он у Сербии, вопрос еще. А так сербки продолжают атаку и зарабатывают 7 метров. Ну, черногоркам сейчас повезет, если еще и двухминутный будет. Исполнять. Радоевич будет. Исполняет она точно. Сама заработала, сама забросила. Да, переиграла Любец Унинезич. 15-13. Ну, все равно сборная Черногории 4-3 мяча держала, уверенно. Сейчас держит 3-2 мяча преимущество. Гурбич. Пазлинию. Здесь в борьбе, в такой борьбе действует Татьяна Бырнович. Два человека на ней висят. Ну, вот смотрим. Хотя в момент получения на ней никого не было. Вот абсолютно одна получает, а дальше там врезается в нее, по-моему, Столькович. И зарабатывает 7 метров. Радичевич по-прежнему точна. Три из трех у нее в сегодняшнем матче. 16-13. Столькович. Плохой пас на Тамару Радоевич. Что и Росту не хватило выловить эту передачу. А здесь уже ошибается, в свою очередь, и Черногорка. Это не Калина Вукчевич была. Центральный защитник. Но вот смогла убежать. В отрыв. И здесь техники уже не хватило. Линейному перебросить вратаря. Две с половиной минуты еще до перерыва играть. Столькович. Лишчевич. Край. Здорово. Но штанга. Штанга спасает сборную Черногории. Да, не повезло Наташи Ловри. Карман-то смогла бросить вратарю сборной Черногории. Ну и вот тут уже перекладину. Ворот сборной Сербии нам показали. Позиционная атака сборной Черногории за две минуты до перерыва. Косич подключает Прямович. Гырбич. Хорошая вновь скидка такая. Пас диагональный в край. Ну а Ивона Поличевич через паузу. Не стала сразу атаковать. Такое впечатление, что немножко потеряли концентрацию Сербки. Ну а затем взорвалась Павичевич и забила 17-й мяч. Значит плюс 4 у Черногории. Ничего еще не ясно в этом матче. Но Черногорки в первом тайме смотрятся гораздо лучше. Хоть Сербки пытаются не упустить далеко. И даже немного получается иногда сокращать отставание в счете. Но все-таки Черногорки поинтереснее. Но вот удаляются Черногорки много. Это четвертое удаление. И в Сербок всего один раз. Игрок покидал на 2 минуты площадку. Черногорки четвертый раз удаляются. Это значит уже 6 минут сыграно в меньшинстве. И еще 2. 8 минут будет у Черногорек в меньшинстве. Ну точнее даже наверное 7. Потому что минута еще остается в первом тайме. И еще потом минута будет во втором. 7 я имею ввиду в первом тайме. Ну вот большинство разыграли. Ой как здесь красиво сыграла Тамара Радоевич. Наведение. Ушла от защитника. И в свободную зону спокойно вошла. Прорезалась и забивает она 14-й мяч. 17-14. Последняя атака сборной Черногории. И в первом тайме 20 секунд еще играть. Кликикосич. Не стались крест играть. Гербич. Гербич. Хороший перевод на Радичевич. Здорово Иванка забивает. Ну и ее бешеный крик звучит на стадионе. В 18-14 с таким счетом команды заканчивают первый тайм. Ну и вот нам еще раз эту красоту показывают. Да. Черногорки играть умеют. Сложно будет конечно сборной России против них. Но опять повторюсь. В такой Черногории играть можно. Уходим мы на перерыв. Возвращаемся мы в Гранольер. Сейчас это Каталония. Сюда переехали команды из Лирии. Которые играли в группе, где была сборная Сербии. И России в том числе. Ну а сейчас мы с вами будем смотреть матч. Точнее второй тайм матча. Между Черногорией и Сербией. После первых 30 минут Черногорки уверенно обыгрывают Сербию с счетом 18-14. И по статистике в принципе счет отражает то, что происходит на площадке. Небольшое преимущество есть у Черногорок почти во всех компонентах. Ну вот в частности даже самое главное это вот эффективность бросков. 78% у сборной Черногории и 64% у Сербии. Ну и в других компонентах тоже небольшое преимущество есть у сербок. Ой, у Черногорок прошу прощения. Черногорки кстати удаляются достаточно часто. Четыре удаления и вот сейчас второй тайм в Черногорке начнут в меньшинстве. У сербок по дисциплинированию команды всего лишь одно удаление в сегодняшнем матче. 23 броска совершил сборной Черногории, 22 сборная Сербии. Ну вот соответственно то сколько попал вы видите на табло. Ну и статистики вратарей такой общей на портале чемпионата нет к сожалению. Будем надеяться, что вратарскую статистику нам телевизионщики испанские покажут. Начинает сборная Сербии в атаке второй тайм. Ну что, знакомые все лица у нас. Лишевич, пас на 33 номер. Это Иван Стойкович. Это Баяна Попович была на ваших экранах главный тренер сборной Черногории. Лишевич на Стойкович. Дальше на 18 номер это Радоевич. Дальше и до края попытались сербки довести. Мяч, перехват. Лобрич. Мяч. Дарит сборной Черногории. Выходят атакующие игроки. Черногорские. Грбич. Плитикосич. И Премович. Ну здесь все без изменений. В задней линии в атаке. Вукчевич. Нет, не Вукчевич, прошу прощения. Бырнович в линии. Это тоже со стартовых минут линейно играет. Ну и по краям Павичевича, Радичевича тоже все без изменений. Грбич. Бросок не очень сильный. По-моему там блок еще немножко погасил скорость полета мяча. И Иван Арисович этот мяч отразил. Вернулась в ворота сборной Черногории Марина Райчич. И получает она первый мяч во втором тайме. Тут черногорки, вы видели, да? Пытались рисовать фолл в нападении. Испанцы, испанские арбитры судят этот матч. Не купились. Равно в плюс 3 всего лишь. Ну вот, вот это плюс 3, это прям какая-то заколдованная цифра. Максимум, чего добивались сербки, это два мяча. Разницу сокращали. Но в основном все равно держится около 3, то 3-4, то 3-2. Это в первом тайме мы уже подмечали. Черногорки протоковали не очень удачно. Но мяч повезло остался у команды в красных футболках. Плитикосич, Примович, Марадичевич. Плитикосич здорово в линию. Не получается у Бырнович переиграть Рисович. Ну вот шанс. Это игра вратарей для сборной Сербии. Да. Убежали в быстром переходе в атаку сербки. Но много шагов. У Столькович, посчитали испанцы, пробежка зафиксирована. И потом характерный жест арбитры показали. Очень важно. И это, кстати, требует от арбитров показывать жестами, какое нарушение было зафиксировано. Но, к сожалению, не всегда. Не всегда это арбитры делают. Ну, в их защиту, можно сказать, не всегда есть такая возможность показать, какое нарушение было зафиксировано. Радичевич, седьмой мяч из восьми. Но там, правда, три из семеряка она забила. 19-15. Нет, неудобно с краю атаковать. Продолжается атака сборной Сербии. Лишевич на Столькович. И вновь не получается забить. Ну, если брать таймы отдельно, то, в принципе, повторяется сценарий первого тайма. Вновь, ну вот, с 0-0, допустим, команду начали. Ну, и Черногорки пока смотрятся чуть получше. Правда, забить во втором тайме всего один мяч, и это сделали как раз Черногорки. 19-15 у нас счет. Непонимание тут у Черногорок. Примович подключала Бырнович. В линию пас был, скидка такая. Но Бырнович стояла не очень удобно для приема этого мяча. И не очень она поняла, что от нее хочет Примович. Ну, а здесь самоотверженная игра Кристины Лишевич. Зарабатывает она 7 метров. Ну, Райчич сегодня, не сказать, что геройствует. Было у нее пару спасений в самом начале встречи, но потом ее заменила и любится не нездить, потому что у Райчича игра-то не пошла в дальнейшем первом тайме. Ну, вот вышла она во втором, пока пропустила всего лишь один. И тот 7 метров, но и угроз-то особо по ее воротам не было. Райчич входит в линию. Продолжается атака сборной Черногории. И Грбич отважилась на бросок. Дальний бросок. И этот бросок у нее не получается, потому что Рисович спокойно мяч переводит за лицевую линию. Невысокий темп. Черногорки, по-прежнему настаиваю, они двигаются чуть побыстрее, но вот имея преимущество, там, в 3-4 мяча, они события не форсируют. Когда надо, они взрываются, конечно, и, наверное, чуть побыстрее они переходят из обороны в атаку. Но в целом темп игры упал, как мне кажется. Особенно не спешат никуда сербки. Ну, кстати, они до двух мячей сократили отставание в счете. Ну, сейчас смогут сербки отстоять. Будет шанс до минимума отставание посократить. Радичевич, Политикосич, Грбич. Ну, опорный бросок. Итана Грбич. Не самые выдающиеся данные у нее антропометрические, но, тем не менее, как мощно она бросила по воротам сборной Сербии. Ну, конечно, Джорджина Яукович не хватает. У нее травма колена. Молодой игрок черногорский. Он уже хорошо известен во всем мире. Не хватает ее боевитости и ее бросков. Ну, и в целом есть, конечно, я уже говорил, потери у сборной Черногории. Так же, как и у Сербии. И команды, наверное, тоже потихоньку нацелены на перестроение. Ну, вот у Черногории именитая, да, Майда Мехмедович, она закончила выступление в сборной. Но, конечно, ее не хватает. Ну, представьте, там, Таджи Мехмедович и Джорджина Яукович. Уже два человека. Насколько бы усилилась игра сборной Черногории. А тем временем сербки смогли забить. Делает это Тамара Радоевич. Ну что, ну это у нас минимальная? Нет. 20-18. Ну, Черногорки в меньшинстве. Еще минуты с пустыми воротами. Ну, и в меньшинстве отоборонятся. Конечно, сейчас Черногорки спешить никуда не будут. Хотя нет, пошла атака. Горбич. Нет, все-таки не спеша. Дала себя завязать Горбич. Ну, не спеша. Выводится мяч в игру. Пока руки арбитры не подняли. Ой-ой-ой, а это две минуты, конечно. Там чуть... Локоть не вырвало у Горбич. Нарушила право Мария Иванович. Вот, смотрим за футболку, а второй рукой за руку. Да, уху-ху. Да, тут, когда приземлялась Горбич, можно было и травму получить. Так, сразу прямая красная. Вот так вот. Для Марии Иванович. Ну что, сборная Сербии. Второй подряд матч с красной карточкой. Не без труда, но забивает Иван Карадичевич. Видите, рукой коснулась Рисевича этого мяча. Как же у нее глаза горят, а? Ну и потом вот эта сумасшедшая реакция. Многим она не нравится, эта реакция. Многих это заводит. Злость по-спортивному проявляют соперники против Радичевич. Но она знает, как вывести из себя соперников. Но играет, конечно, тоже она неплохо. Да, говорил, что процент попадания у нее не самый большой с игры. Но вот с 7-метровок пока не промахивается. Иван Карадичевич. Четыре уже в этом матче забила. До этого 12 в трех матчах. Соответственно, 16 раз пенальти она бросала, а 16 раз попала. Но это отличный результат. Здесь отбирается мяч у сборной Черногории. И есть возможность пока в равных составах команды забить. Но не справились тут с, не знаю, с чем, с волнением. Но при быстром переходе едва не лишились этого мяча сербки. Рисевич пришлось брать паузу и уже расставляться на позиционную атаку. Но, возможно, учитывал Алишевич, что и ворота еще пустые и еще играть на тот момент было около 30 секунд. И в большинстве нужно было потянуть время. Посмотрите, молодцы. Сербки довели все-таки мяч до броска через край. Пятый сейф. Райчич. Ну, не так и много, если честно. Все, в равных составах команды. Играть еще достаточно долго. Не знаю, насколько большая потеря будет удаления Марии Иванович. В атаке она не принимала участия, она оборонялась. Здорово действует Рисевич. Здорово. Две руки вверху. Над головой этот мяч вылавливает. Дарит очередной шанс для своей команды сократить отставание. С двух ног. Это тоже мы уже видели против сборной России. Как выпрыгивает с двух ног Кристина Лищевич. Но в этот раз, ах, как красиво Райчич ногу оставляла. Это другой момент. Вот, что отличает вратаря топ-уровня. Когда уже он смещается к одной из штанг, неважно, вправо, влево, практически всегда оставляют ногу на том месте, где стоял. И это частенько вратарей выручает. Мяч попадает именно в эту оставленную ногу. Тайм-аут Уроша Брегора на 42-й минуте. Почувствовал, что можно зацепиться за сборную Черногории. Ну, посмотрим. Пока Черногория все равно близко к себе не подпускает. Что мы видим? Не, да, все улыбки. Эй, отыграмо сад. Анджела остане внутрь. Тамара, отыграмо сад. Отзирамо зору лепу. Окей? Окей? Отрадимо добрый блок. Долазим на маршрутах. Визача, лобка, далее. Не будет предалеко. Не будет предалеко, где добьешь лобка. Слушай, дай, 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 подрадим. Ово. Широко. Расширим ту мало два ряда. Попробуйте и ондать ярко на тройку, в яркую страну. Обыча витамо рупа. Ну и лучшие моменты по традиции после таймаута нам показывают. Серпки в атаке. И Серпки, кстати, по-моему, первый раз атакуют без Кристины Лищевич. Но это без нее они могут проатаковать. Стойкович здорово здесь на скресте действует. Поджатие было со стороны... Кто там убегал? Леонишевич, по-моему, поджимала защитница. Серегина второго тайма у нас приближается. Черногорки в атаке. Матэй Аплетикосич. Сама отверженная. И самое главное, что эффективно. Забивает Матэй Аплетикосич. Гол имени себя любимой. Большую часть там работы она сама... Все сделала Райчич. Очередной сейф. Ну что, можно сказать, и у Райчич теперь игра пошла. Рисович-то у сербок трудится. Очень здорово, особенно во втором тайме. Но ее усилий пока не хватает для того, чтобы спасти матч для сборной Сербии. Яукович. Яукович получила обратно пас. И в центре дыра у сборной Черногории в обороне. И там сразу можно было обратить внимание на Иван Карадичевич. Она высказывала своим подругам претензии за то, что за перемещением Анжелы и Янушевича они не уследили. 22-20. В два линейных атакуют Черногорки. Павичевич здорово сместилась в линию. И под заслон Павичевич Саня Примович сбивает 23-й мяч. Ну что, когда сборная Сербии взорвется? Был уже тайм-аут. Один из двух оставшихся. Вроде бы после тайм-аута команда забила. Но вот что-то более взрывное мы не видели. Глищевич оставляет мяч. Стойкович тут же вяжет. Кстати, Баяна Попович-то и обороняться умело. Неплохо. Все метров. Была в движении Черногорка. Там у игрока, естественно, не свистнут арбитры. Плюс еще с теметром она пробежала. Тамара Радоевич идет на 7-метровый. И вместо Марины Райчича любится Минезич. Не смогла она отразить бросок. Семи метров. Три из трех. Тоже неплохой результат у Тамары Радоевич. Мечет не хуже, чем у Радичевич. До двух мячей. И сербки сокращают отставание в счете. Ну что. Одним составом атакует сборная Черногории. Одни и те же игроки выходят. И в этом в том числе тоже шанс для сборной России. Потому что из милого Боднива состав ротирует. Ну и мы видим, что, как я уже сказал, во втором тайме темп упал. Но сознательно ли черногорки сбавили сами темпа? Потому что они все-таки навязывали вот эту игровую скорость. И вот сейчас, конечно, есть не чем подумать. Но я думаю, тренерский штаб, конечно, сборной России разберется. Вот смотря эту игру в Черногорке. Просто физически подсели одним составом играть. Или это сознательно? Эконом режим какой-то включается, когда команда ведет пару-тройку мячей. Ну и вот, восьмой сейф Райчич. Вы видели, чуть больше 30% у нее. Результат хороший, безусловно. Но не выдающийся. Потому что Райчич в первом тайме, мягко говоря, смотрелось не лучшим образом. Черногорки атакуют. Горбич. Дальше на Сантикосич. И в линию. Здорово. Два линейных сейчас атаковали черногорки. Вместе с Бырновичем в линии еще была Рамусович. Но вот две линейных атака ставит сложности для обороны сборной Сербии. И Кутина Борнович очень здорово своим моментом воспользовался. Это тоже на заметку для ленерского штаба сборной России. Как может Черногория атаковать? Потому что впервые использовала Боян Атопович атаку в два линейных. Это не в семером атаковали, а именно в два линейных. Сняли крайнего игрока, по-моему, с левого края. Да, потому что как можно Иван Курадичевич снять? Это легенда сборной Черногории. Вот, поэтому темп у нас упал. И вот, конечно, за счет темпа сборной Черногории, я думаю, если не прииграть, то проблемы можно создать. Ну, мы, конечно, ждем только победы от сборной России и от сборной Черногории. 24.22. 10 минут еще играть. Ну, чуть больше. Это красиво. Это красиво, но, к сожалению, для сборной Черногории забить не получается. Но Эмма Рамусович не смогла отличиться. Ну, вот, кстати, похоже, что... Нет, не первый. Продолжает атаковать Черногории в два линейных. Ну, сейчас обороняются Черногорки. По-прежнему на площадке Рамусович и Бырнович. И причем одна из линейных не меняется, переходя в атаку. Ну, вот, может быть, сейчас. А это сербки забивают и до минимума сокращают отставание в счете. Лишчевич. Здорово. Здесь, конечно, двойной такой скрест. И сербки забивают 23-й мяч. Баяна Попович вынуждена взять тайм-аут. Продолжение следует. Вот так по глазам Итана Гирбич, которая в конце тайм-аута попала в кадр. Можно сказать, что где-то есть и присутствует паника в рядах сборной Черногории. Уверенно они шли по этому матчу с разницей в два, три, а то и четыре мяча. Три мяча, во всяком случае, сдержали уверенно. А тут сборная Сербии как-то вот незаметно сократила до минимума отставания. Так, в классической схеме с одним линейным. Увернулись Черногорки в атаку. С опоры бросает Гирбич. И вновь Рисович спасает ворота сборной Сербии. Хо-хо-хо. Ну, расклады, я думаю, не будем считать, как выгодна или не выгодна победа, допустим, той же сборной Сербии. Сейчас можно уже говорить о том, что Сербия может этот матч спасти и даже выиграть. Еще и две минуты для Гирбич. По-моему, второе удаление в сегодняшнем матче. Много-много удаления, я уже говорил. В сербке, если победят, наберут 4 очка. Да, сборную России, конечно, не догонят. Ну и по личным встречам будут ниже. Но, тем не менее, сербом также играется сборная Словении. Но это в последнем туре. Следующий тур для сербок – это сборная Франции. Там, конечно, вряд ли какие-то шансы есть у сборной Сербии. Но, тем не менее, мало ли, вдруг сербки сотворят какие-то сенсации. Поэтому сербки заведены. Осталось 8 с половиной минут. Наступают на пятки черногоркам. И, имея в багаже перед этим туром 2 очка, конечно, какие-то математические шансы на плей-офф они сохраняют при определенных раскладах. Но для этого нужно выигрывать. А для того, чтобы выиграть, нужно сейчас сравнять счет. На поднятых руках уже Сербия атакует. Атакует в большинстве. Но никак до броска дело не может довести. Все черногорки включают уже морально-волевые. А передача практически по полу прошла. На край кто это делал ее? Лишчевич? Был на передачу. Да, вот какой коридор был. Здорово, здорово. Ловрич сравнивает счет. Ну что, а теперь игра нет. Сербов, кто хладнокровнее окажется. Ну, черногорки сами себя, конечно, загнали. Ну, дефицит кадров никуда не денешься. И вот одним составом атаковать очень и очень сложно. Смело. Смело идет Ивана Павичевич на этот бросок. Ну, а сербки что? Лишчевич. Дальше в линию. И Янюшевич, который как раз и вошла в эту линию, забивает. Да, Сербия выходит вперед. Впервые матч, по-моему. Это сейв Рисович мы увидели. И после этого сейва сборная Сербии вышла вперед. Черногория всемиром атакует. Вот так отвечает Бояна Попович в два линейных. Гербич паузу берет. Там уже Третья Косича бежала не меняться. Гербич. Ну, да. Семиром все-таки смогли лишнего разыграть. И Примович в свободную зону спокойно вошла. Вот это свободная зона между крайними и вторым защитником. Теперь уже Черногория вроде догоняющих. Сейчас догнала. Первый гол за шесть минут. Да, вот такая пауза позволила. Безголевая пауза Черногория позволила сербкам. Счет сравнять и даже выйти вперед. Три и Сербия атакуют два линейных. А здесь в игрока глупая ошибка Лищевич. Ну и черногорки там, конечно, тоже умеют рисовать. Да, красиво, красиво подставлялась Татьяна Бырнович. Но, что, несправедливо, да, как говорят. Вот раз мяч вернулся, значит, там все было несправедливо. Так что, по сути, продолжается атака сборной Сербии. Да, мы видим статистику потери 10-10. Это, ну, многовато. Если честно, топ команды меньше десятка могут потерь совершить в матче. Ничья вряд ли кого-то устраивает. Ничья на руку только командам, которые находятся вверху турбинной таблицы. То есть это Россия-Франция. Ну и Словения тоже. Пока Словению не скидываем со счетов. Так, теперь вступает в игру уже Райчич. Да, тратарей, конечно, сегодня много и зависело, и зависит. Ну, Сербкам неважно, как закончится этот матч. Скажем спасибо за то, что, во-первых, не сдавались и не бросили играть, проигрывая по ходу встречи по четыре мяча, неоднократно делая это. Но смогли найти в себе силы и навязать борьбу черногоркам. Ну, а черногорки подсели, конечно, физически. Все-таки сейчас можно сказать, что они не сбрасывали темп. Просто пока была свежесть, они набирали эти голы, делали разницу. Но большую разницу они сделать не смогли и физически подсели. Ну, всемиром атакуют Черногория, очень рискованно. Любой перехват и Сербки вновь поведут. Здесь падает Бырнович. С надеждой она смотрела на орбитров, но тебе говорят, что нет. Всего лишь 9 метров, никаких санкций не будет. Так, ну все, там уже в шестерон. Седьмой игрок убежал. Гребеич и вновь ее бросок с опоры блокируется. Но если не идет, почему она так настаивает на том, что эти броски нужно делать. Второй подряд Гребеич бросает не точно. Здесь даже вообще бы защитника попало. И в ответ Сербки выходит вперед. Ну что, будет последний тайм-аут брать Баяна Попович? Или даст еще возможность своей команде попробовать забить? Меньше трех минут играть. Плитикосич до игрока. Ох-ох-ох, сколько ошибок на последних минутах у Черногора. Ну а Сербки пусть и не спешат, но вот прям чувствуется, как они вдохновились. Вот тут действительно у них морально-волевые качества включились. И второе дыхание, как угодно это можно называть. Но вот Сербки, если не полетели, то так полегче выглядят, чем Черногорки. И плюс два делает Кристина Лишеевич, заставляя Баяну Попович взять последний тайм-аут. И трех. И второе дыхание! Айма себе, Бони, может два минута. Айда! 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 Тамара Радович на всякий случай напомнила всей команде Сербии, сколько осталось до конца. Осталось очень мало времени. И сборная Сербии ведет два мяча. 27-25. Да, две минуты. Чуть меньше уже. Ну что, не рискует снова Баяна Поприк в Семирон играть. Летикосич. Да, тут уже невезение на фоне усталости. И если сейчас сербки забьют, то для сборной Черногории, я думаю, что по сути чемпионат закончен. Там уже на плей-офф вообще никаких надежд, ни математических, ни теоретических никаких не останется. Ну а что можно сказать по сборной Черногории? Минимум замен. Очень сложно играть, когда у тебя нет ротации. Шесть удалений, это значит 12 минут, по сути, полтайма команда играла в меньшинстве. Несмотря на то, что сербки даже заработали вновь красную карточку, но вот с этой красной карточкой было еще одно удаление. То есть всего два удаления сербки сыграли очень и очень дисциплинированно. Долго сербки отставали, но вот смогли догнать. Ну и здесь красивый бросок Премович совершает с подкруткой, но Ногерисович не дают мячу пересечь линию ворот. Все, 30 секунд, даже 20 в сербке пусть той атаки не забили, но и черногорки тоже не использовали свою возможность сократить отставание в счете. 20 секунд, я думаю, что Урош Брегер прежде всего скажет до поднятых рук мяч сохранить. И даже если команда не забьет, ну физически просто не успеет спасти в Черногории этот матч. Да, чуть было не сорвали тайм-аут сетки Урошу Брегерово. Ну, они понимают, что матч выигран и уже там стали, видно, свое что-то предлагать и перебили Душа Брегера. Но все-таки он сказал, как нужно играть. Ну, а черногорки становятся в высокий такой прессинг, я думаю, будут максимально далеко встречать. Ну, остается 10 секунд. Да, сербки даже, может, и не будут атаковать. Ну, или так обозначить лишь атаку. 4 секунды, все. Сейчас прозвучит сирена и Сербия выигрывает у сборной Черногории. Сложнейший мяч, волевая победа со счетом 27-25. Таким образом, сборная Черногории, ой, сборная Сербии набирает 4 очка. И пока поднимается на второе-третье место. Ну, там будет зависеть, конечно, останется на третьем, потому что Франция, скорее всего, выиграет у Польши. Ну что, с вами этот матч. Субтитры сделал DimaTorzok